Напомним, утром 24 февраля прошлого года российские войска пересекли государственную границу Украины на нескольких направлениях. На севере россияне заходили с территории России и Беларуси. Путин намеревался покорить Украину за три дня, захватив столицу Киев. Следствием этой попытки стали десятки тысяч жертв, миллионы сломанных судеб. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, наступление через Чернобыльскую зону начали 9 батальонных тактических групп российской армии. Москва рассчитывала преодолеть сотни километров территории Украины и молниеносно победить. Российским офицерам даже приказали упаковать с собой парадную форму и медали для парада, который они мечтали вскоре провести в украинской столице. Но оккупация севера Украины продлилась чуть более месяца. Героическая оборона вооруженных сил Украины уже в конце марта 2022 года переросла в стремительное контрнаступление. И в первые дни апреля защитники Украины выбили захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей. И о битве за север Украины и обороне Киева смотрите эксклюзивное интервью, которое записала моя коллега Ксения Смирнова с Александром Павлюком. Героем Украины, генерал-лейтенантом вооруженных сил, заместителем министра обороны Украины, а также председателем Киевской областной военной администрации. Киевская область Вот эти фантастические, феерические, они не просто не оправдались, они были разбиты и зарыты вместе с будущим Российской Федерации, я бы так сказала. Да, вы правильно говорите. Здесь в первую очередь Буча был первый сделан шаг, чтобы зарыть Российскую Федерацию, их будущее, будущее как империи, которая думала, что имеет право распоряжаться нашим будущим, нашей страной. Они хотели за пять дней максимум захватить нашу страну. Хотели быстрыми темпами продвинуться в Киев, уничтожить или захватить правительство нашей страны и поставить своих маринеток и руководить нашей страной как сателлитом. Но не ожидали они сопротивления в первую очередь нашей армии, во вторую очередь всего нашего народа. Что Киевщина, что вся страна поднялась как единственное целое. И то сопротивление, которое в первую очередь здесь, на Буча, Бородянка, Гастомель, это был тот рубеж, который первый дал сопротивление, серьезное сопротивление российским войскам на этом направлении. Ожидая зайти за три дня, на третий-четвертый день они смогли только войти в Бучу, где опять же получили очень большой урон и вынуждены были откатиться, перегруппироваться и с новыми силами идти вперед. Они долго не поставляли свои планы заходить в Киев, потому что это была стратегическая цель. Но в середине марта был перелом. Они понесли такие потери, что дальше идти уже было невозможно. Благодаря четкому руководству вооруженных сил, которое командовал на этом направлении, в взаимодействии со всеми силами обороны, с ДФТГ, с территориальной обороны, при поддержке всего населения мы смогли нанести такое поражение противнику, что дальше двигаться было невозможно. И к тому же, перейдя в наступление, мы смогли сделать все, чтобы начинать операцию по окружению. После этого, наше лихорадочное отступление, бросание техники, бросание людей, включая раненых, включая трупы, которые оставлялись. И к концу марта, начало апреля, вся киевская земля была свободна от врага. Выезжая вот сейчас из Бучи, я просто живу тут недалеко, практически на выезде. И каждый раз выезжая, я смотрю на вот эту отметочку до Киева, там 5 километров, 7 километров. И я понимаю, насколько это близко и насколько страшно осознать, что было бы, если бы эти 5 километров были преодолены. Да, было бы очень тяжело дальше держать его, если мы выпустили за бардельный рубеж, такая как речка Ирпень, и дальше они бы вошли в Киев. Далее были бы бои по Киеву, городские бои, большие жертвы мирного населения. Благодаря тому, что мы удержали этот рубеж, нам удалось этого избежать. Был прорыв тока в районе Мощуна, где они захватили плацдарм. Но опять же, благодаря действиям наших войск, со временем подрывов дамбы, которая уничтожила все их переправы, уничтожением войск, которые захватили плацдарм, мы сумели этого избежать. Какие были самые большие вызовы для... Вот вы вспомнили, ведь начиналось все действительно с такой работы единения и ДФТГ, и ТРО. И я так понимаю, что просто местные, которые голыми руками выходили для того, чтобы не допускать оккупанта, это слаженная работа была. Сначала, наверное, нет, потом она получила какую-то систематизацию. Какие вызовы самые сложные были, которые не позволяли быстро это все скоммуницировать? Честно говоря, смотря на работу наших людей, это был единый порыв. Да, сразу тяжело было все взять под единение руководства. Но благодаря персонализму наших военных, в первую очередь руководству киевской группировкой, ведь с 2014 года мы воюем. С 2014 года мы имеем большой опыт ведения войны. С 2018 года мы имеем опыт работы военных администраций на Луганском, Донецком направлении. Потому очень быстро, благодаря этому опыту, благодаря персонализму всех администраций, мы смогли это все дело привести к единому пониманию. А главное была координация, где каждый четко должен знать свое направление. Военные ставят задачу, полиция, СБУ, ДФТГ, территориальная оборона, военская администрация все выполняют по единому замыслу, в едином направлении. Местное зрение. Я скажу, помощь тяжело оценить, потому что вся информация разведная шла в основном, кроме еще групп СОК, которые работают разведгрупп, это местное население. Мы знали все, где противник, где он перемещается, где он отдыхает, в каком состоянии. То есть, местное население очень сильно помогало. Кроме этого, постоянная работа военной администрации была в обеспечении, в гуманитарном обеспечении людей, которые оказались в оккупации и организации гуманитарных коридоров и коридоры эвакуации для людей, которые хотят выйти с территории. Это также было все организовано в едином русле, под руководством, опять же, военных. Спасибо. Они не доценили ни наши вооруженные силы, ни сопротивление местного населения. Они шли с целью максимально быстро пройти нашу территорию, захватить органы государственной власти и поднять свой флаг. О чем говорились о них? В боевых машинах привозилась форма для проведения парада в Киеве. То есть, в первую очередь, они надеялись на быструю победу. Но не все так получилось, как они хотели. Но я так понимаю, что теперь мало вообще, что может получиться, если даже такая мысль возникнет в голове, как нас пугали, помните, при 24 февраля этого года. Я думаю, миф про Вторую армию мира мы давно уже развеяли. Наоборот, появился не миф, а уже быль про украинскую армию, которая обязана победить, потому что ее поддерживает самый лучший народ в мире. Спасибо вам большое. Спасибо, что мы сейчас находимся в свободной буче. Спасибо. Александр Павлюк, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины и председатель Киевской областной военно-гостарственной администрации с 15 марта по 21 мая 2022 года. Спасибо нашему гостю.